Как дела баба? У меня все в порядке. Ну, я хотел тебе начать показать одно видео одного, не знаю, как по-русски, рэппера, ты знаешь? Репортер. Не, не репортер, а типа, ну, те, которые выступают, такие музыканты. А, реп. Да. Музыка, типа, yes. Конечно. Как ты? Музыканты. Знаешь это, да? Да, исполняющий реп. Так, вот теперь я тебе хочу показать, и хочу тебя сегодня научить, и почему этот вот самый великий, самый хороший, не хороший, а... Ну, да, типа, как бы самый великий, гениальный музыкант и рэпп, который сейчас существует, и пока не имеется последние три или пару лет. Так. Ну, я с удовольствием послушаю. Ну, я с удовольствием послушаю. Вот так. Черт. Письмо. Письмо. Готова? Я готова уже давно. в 2008 году он выступил и мне кажется это самое то есть гениальное как это как по-русски ну выступление которое еще сделал как его фамилия его зовут Лио Уэйн так вот это не он я поняла, потому что это же еще не слышно слышно, слышно сильный слышно 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 Иди в руки! Ты не думаешь о том, что ты не хочешь? Ты не хочешь? Что? Что? Ты не хочешь? Ты не хочешь мне, не хочешь? Ты не хочешь? Ой, что? Ну, сейчас посмотрю как он упал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это происходит на... Когда награждают за то, что... За выступление хорошее? На конкурсе? Это не конкурс, это такой организованный вечер, где награждают артистов за их, как бы... Ну, и за их выступление. Ну, награждают артистов. Конечно. Кто думает, что он, как бы, или какой-то артист самый лучший в этой жанре, или что-то вроде. Это просто... Это просто как бы в промежутках награды. Это не значит, что он... Но он не претендует на награды, так? Он претендует, но он еще этого не знает. Он просто его заплатили, что выставит. Ну, короче, это вот такой вот типа концерт. Ну, как он там выглядит, что-то. Ну, как он там выглядит, что-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он изображает какое-то животное? Что-что? Он изображает какое-то животное? Ну, вообще-то он, когда поет в одном из его песни, он говорит, что он горилла типа. Ага, обезьяна. Изображает обезьяну. Понятно. Ну, не только обезьяну, у него много разных как бы... Других животных. Ну, не то что животных, а просто... По-английски это identity, как по-русски identity. Ну, я вот этот человек, а ты вот этот, и мы другие. Ну, разные, да, разные менталити, разные... Ну, понятно, то есть он тоже человек, но только других взглядов и другого менталитета. Да, и из другого места, типа, он вырос вот в этом месте... Ну, понятно, он где-то в джунглях вырос. Ну, он как бы не сто процентов, он на самом деле из Нью-Орлеана. Из Нью-Орлеана. Да. Так ты хочешь знать, я хочу тебе как бы показать... То есть не показать, а раз... Что это за звуки? Это лягушки или там, так сказать, какие-то другие животные разговаривают на улице. Понятно. Я думала, это спикеры. Нет, нет. Я хочу тебе рассказать слова. Ты, наверное, ничего не поймала. Да, да, я, конечно, не поймала. Да. Да. Ну, во-первых, ты... Что интересно про это выступление, он прямо в аудиторию ведет и... Да, выходит. Прямо с... Да, манера общения с зрителями. С зрителями. Да, понятно. Это понятно. Мне не особенно понятны были его жесты, но сейчас, значит, когда... Что такое жесты? Движение руками. А, ты спросила... Да. Что тебе непонятно? Ты мне говори, что непонятно. А, значит, почему он... Я хочу, чтобы ты поняла. Я поняла, значит. Ну, вот сейчас ты сказал, что он изображает обезьяну, так это еще как-то, ну, сочетается. Но, вообще-то, ну, лично мне неприятно смотреть на движение рук, которые все время сосредоточены вокруг половых органов. Почему? Ну, я не знаю, но лично вот у меня это вызывает неприятное ощущение какое-то. Почему я не могу рассказать? Ну, это как-то... Это очень как-то грубо, это как-то выглядит некрасиво. Ну, все по-разному, понимаешь. Многим людям нравится наблюдать секс на сцене. Вот лично я это не приемлю, мне это неприятно. Но это, наверное, зависит просто от, опять же, какой-то ментальности и взглядов, может быть, даже от того мира, в котором мы выросли. Для меня секс – это такое интимное, что выставлять на показ мне это вызывает неприятные ощущения. Ну, а почему в искусстве нельзя как-бы об этом говорить? Ну, говорить можно. Можно, например, нарисовать обнаженную фигуру или скульптор да, голую. Или скульптор дает обнаженную фигуру. Здесь ты видишь только красоту. И все, красоту тела человеческого. Это не вызывает какие-то сексуальные мысли в этот момент. Ты так думаешь? Ну, у меня, например, я воспринимаю это, например, голая скульптура или голое тело на полотне как произведение искусства. И я могу восхищаться красотой этого тела. Или могу, может быть, например, сопереживать или расстраиваться, если там изображено уродство. или, например, ну, истощенное тело какое-то, например, там, голодные дети или все. Это может вызывать сожаление, сочувствие. Ну, разные чувства. Но не сексуальные. Это умение сочетается с сексом. И вот поэтому, когда я вижу на сцене, что артист, значит, делает какие-то именно подчеркнуто сексуальные движения, у меня это вызывает неприятное чувство. Вот лично мне это не нравится. Интересно. Ну, во-первых, например, когда была женщина на картине, это, то есть, сотни лет, как бы, картины такие, это создавались для мужчин. Как будто не для мужчин, не только для мужчин, а как будто мужчина на них смотрит, потому что и для для мужчинского, я не знаю, как это сказать… Мужского. Мужского воображения. Возвлечения. Или… Возвлечения, да? Да. И потому что мужчины считают, что эти женщины красивые. Женщины, как бы, считают, что это просто женщина, которая, ну, красивая, но мужчина более сексуально на нее смотрит. Ну, может, мужчина получает в этот момент, духовное удовлетворение или у него возникает именно потребность в сексуальном действии в этот момент? Ну, смотря какой мужчина, ну, возможно, что оба. Ну, мне кажется, картина, очевидцы, отличается от музыки, потому что, ну, с одной стороны, ни картина, ни музыка не живая, это неживая женщина, но… Ну, спасибо. Используйте. Продолжение следует...